Всем доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь 24. Меня зовут Антон Скаль и сразу к выпуску. Алтайские врачи получат доступ к искусственному интеллекту. В регионе запустили специальный сервис автоматического анализа энгелогических исследований. Благодаря уникальной технологии врачи из любого региона могут обрабатывать лучевые исследования с помощью искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в столичных медучреждениях. Инструменты работают в формате подсказок для врачей. Они отмечают цветом области возможных патологий. Также алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от 1 до 4. Чтобы подключиться к компьютерному консультанту, врачам необходимо отправить заявку на адрес электронной почты, которую вы видите на своем экране прямо сейчас. 99,9% составил индекс производства промышленных предприятий Алтайского края за 2020 год. Наиболее сложная ситуация сложилась весной прошлого года, когда из-за начала пандемии было крайне сложно строить прогнозы. В этот период по-разному оценивали развитие отрасли, в том числе и промышленности. Оценки были пессимистичными. Но в итоге индекс промышленного производства по нашему региону выше общероссийского показателя, который составил 97,1%. Новая ледовая переправа появится в регионе в начале февраля. Она соединит село Калманка с правым берегом реки Обь. Зачем нужны ледовые переправы, как проверяют их безопасность сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, расскажем прямо сейчас. Ледовая переправа села Калманка правый берег реки Обь появится в начале февраля и станет 8-й в Алтайском крае. Такие дороги через водные преграды нужны, чтобы соединять населенные пункты, перевозить сено, пиломатериалы. Если взять, допустим, переправу между селом Шалабуль и Хаиньой, там, если ехать по дороге, грубо говоря, да, объезд там, дорога где-то около 100 километров занимает. А если по ледовой переправе, то в пределах 10 километров, то, естественно, сразу снижается километраж. Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам проводят патрулирование зимой, чтобы выявить потребность в таких участках и организовать их. На участке будущей переправы бурят лунки, замеряют толщину льда. После этого инспекторы принимают решение, автомобили какого веса могут передвигаться по ней. Толщина льда на этом участке 65 сантиметров. Если бы здесь решили организовать ледовую переправу, она выдержала бы груз более 10 тонн. Это примерно один груженый КАМАЗ или несколько легковых автомобилей весом тонна полторы. Оценка грузоподъемности помогает избежать трагичных случаев на переправе. Так, этот параметр будет около 4 тонн при толщине льда 24 сантиметра. В большей степени она зависит от погодных условий. Лед будет толще при низких температурах и на стоячей воде. Также, чем толще снег на льду, под этим снегом толщина льда будет меньше. Ну а также места с тонким льдом, это где осуществляется сброс воды с предприятий, также где ключи бьют. Хотя морозы спали, толщина льда утвердилась. Инспекторы начинают регулярно перепроверять ее ближе к весне. Обычно переправы закрывают в марте, когда начинается массовое таяние снега и автомобиль может провалиться под лед. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает. Лучше пользоваться прошедшей освидетельствованием ледовой переправой. В других местах это может стать опасно для жизни. Анастасия Меншакова, Михаил Лефуншан, Новости. Сегодня можно прийти в Барнаульский зоопарк бесплатно. В Зверинце устроят День Благодарности. Так руководство зоопарка решило сказать спасибо всем медикам, а также жителям региона, которые помогли в трудные времена. Весной 2020 года лесную сказку пришлось закрыть на карантин по требованию Роспотребнадзора. Зоопарк стремительно терял доход. Люди писали в социальных сетях, что готовы оказать помощь. И в лесной сказке согласились принять пожертвования, опубликовав номер счета. Многие жители Барнаула поддержали зоопарк. День Благодарности пройдет с 10 утра до 5 часов дня. Аналогичную акцию планируют провести второй раз 27 марта. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте. Катунь24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова